Скучно! Поиграем в загадки? Алиса! Висит груша, нельзя скушать. Что это? Лампочка! Алиса, сколько весит слон? В среднем 5 тонн. Алиса, включи подкаст. Включаю подкаст зубочистки со смешариками и Алисой. С нами круто! И круто, что со мной. Яркая колонка Яндекс.Станция Лайт с Алисой и любимыми героями. Давай! Твой объем, не считая, так сказать, ушей, 8 стаканов. А еще уши стаканов на 12 потянут. Итого 30 стаканов. Растем! Шишки хмеля, листья мяты, корень пустырника. Корень пустырника. Корень пустырника. Корень пустырника. Ну как, получается? Какой ужас! Мы чуть не забыли про лепестки китайской розы. Милочка, секрет любого успеха со своим точным следованием рецепту. Шаг в сторону и все. Я собирал эти рецепты всю свою жизнь. Здесь есть все. Рецепт яблочного пирога. Рецепт домашнего уюта. Вечной молодости. Как выглядеть умной, как выиграть в лотерею и т.д. и т.п. Ты должна записывать интересные рецепты. И со временем у тебя будут рецепты на любом случае жизни. А если, скажем, мне что-то нужно сделать, а рецепта у меня еще нет? А, надо спросить у меня. Иначе можно такого наделать. Вот тебе ярчайший пример. Крош и ежик решили принять в ванну. Как это делать правильно, сами не знают. А спросить. Язык отвалится. Ворожба, ветрянка. Вечер при свечах. Ага. Вот. Ванна. А теперь замерим объем с морковкой. Так. Во-первых, мыться надо в теплой воде. Во-вторых, добавляем шампунь. И взбиваем до пены. В-третьих, в-третьих кидаем в воду. А мы лечебные правы. И расслабляемся. Молодца, отдыхай. Как отмокнет, подри ему спинку. Что такое рецепт? Рецепт? Это инструкция какого-то момента жизни. Кто-то правильно прожил этот момент и записал, чтобы другие тоже могли прожить этот момент правильно. Точно следуя этой инструкции. Чем больше всяких рецептов знаешь, тем правильнее живешь. Это вся мудрость жизни. Что-то я устал. Надо немного отдохнуть. Что такое? Что ты кричишь, как резаная? Чтобы укрепить мышцы живота? Гуталин не должен быть сухим? Интересно. Мои рецептики! Грош! Ёжик! Савуньей! Беда! Что-то я устала. Надо немного отдохнуть. Вот. А потом... Фу! Нельзя! Когда все ее премудрости оказались разрезанными на кусочки, в ней что-то перекипело. И она стала повторять, что устала. И ни на что не реагирует. Что-то я устала. Хм. Может, она действительно устала? И ей нужно отдохнуть? Ах! Какой замечательный воздух! Как хорошо здесь отдыхать. Надо немного отдохнуть. Нет. Ей нужен какой-нибудь особенный отдых. Лечебный. Так. А кто-нибудь знает хороший рецепт лечебного отдыха? Здесь точно есть. Так. Теперь... Выбить пыль, не нарушая поверхности ворса. Какого еще ворса? Не знаю. Здесь так написано. Что-то я устала. Пыли нет. Хорошо. Идем дальше. Поливать каждые три дня. Уже поливали. И не забывать удобрять. Уже удобряли. Ага. Вот. Хранить в темном, Недоступном для детей, Вместе. Что-то я устал. Надо немного отдохнуть. Что-то я устал. Надо немного отдохнуть. Нюша. Я здесь. Возьми новую тетрадь. Записывай. Рецепт хорошего отдыха номер один. Лечь на травку. Раскинуть крылья. И лежать. 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 Сердце красавицы склонно к измене и перемене. Хе-хе. Как ветер мая. Крош. Ёжик. Эй. Чи-и-и. Ну идите себе. Без вас даже интересней. Ребята. Ну-ка не свистеть. Денег не будет. А это я свистела. Как ты? А этого не может быть. Девушки не должны свистеть никогда. А это нефлично. Хорошо. Не буду. Сердце грибы. И немного соли. Ой. И пельмени. Ах, ветер мая. Нюша. Ты же опять свистишь. Ой. Это у меня машинально получается. По привычке. Это очень вредная привычка. От нее надо отучаться. В приличном обществе, куда ты обязательно попадешь, когда вырастешь, свистеть не принято. А как же мне отучиться? Ой. Куда это? 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 Была у меня в юности привычка неприлично громко смеяться. Но я взяла себе в руки. Целых два года совсем не смеялась. И привычка исчезла. Тебе тоже нужно два года не свистеть. И привычка исчезнет. О, Нюша, посмотри, 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 какую тыкву я вырастил. Я назвал ее. Я назвал ее желтый гигант. Капатыш, как же я могу отучиться, когда я не замечаю, как начинаю свистеть. Капатыш, как отучить, как отучиться от вредные привычки, а? Есть одно старинное средства. Ой, нет, мне это не подходит. А ты еще привыкнешь к щелбанам, потом от них надо будет отвыкать. Мне нужно какое-нибудь современное средство. Свист происходит следующим образом. При выдохе воздух выходит из легких, попадает через горло, в полость рта и оттуда наружу. Однако, если на своем пути он встретит особо сложно сковорованное препятствие, например, губы сложной трубочкой, или, например, дву пальца, то получается свист. А что нужно сделать, чтобы свист не получился? Достаточно исключить выход воздуха наружу. Да, я же иногда не смогу дышать! Логично. Ой, мне никогда не попасть в приличное общество. Лосяш, а у тебя есть какая-нибудь вредная привычка? Вообще-то, я люблю есть во время чтения, и могу за один вечер съесть недельный запас продуктов, даже не заметив этого. Ну, и как ты с этим борешься? Я пока только готовлюсь к борьбе, но у меня есть план. Когда-нибудь я сяду за книгу и специально стану есть, есть и есть, пока не объемся настолько, что никогда больше не смогу смешивать духовную пищу с телесной. Точно! Мне нужно на свистеться, взлазь, так, чтобы на всю жизнь хватило! Чего это ты тут расцвистелась? Ой, бараш, ты даже не представляешь, как это трудно, избавляться от привычки. Хе, зачем тебе от нее избавляться? Мне вот наоборот, привычку нужно вырабатывать. Это какую еще? Привычку здороваться, а то я по рассеянности забываю, а в приличном обществе без такой привычки нечего делать. Да, сложная эта штука, приличное общество. Сложная. Кстати, здравствуй. А, здравствуй, бараш! Кручу-верчу, запутать хочу. Двадцать-бат. Гуси-лебеди. Пролетаем. Олимпийское премия за хорошее зрение. Одиннадцать. Барабанные палочки. Пролетаем. Девяносто. Дед, сколько ему лет? Когда я был маленьким... О, сорок два! Я тоже бегал, прыгал, играл в мячик. Но когда нужно, я был тише воды, ниже травы. Я воспитывал себя... О, тринадцать! Партия? Пролетели. Все, тихий час. Я не могу спать днем. У меня природа такая. Надо воспитывать свою природу. Как же ее воспитывать? Это ж природа! Воспитательный процесс... Это... Прежде всего, дрессировка. Ой, то есть... Э, тренировка. Сейчас я хлопну в ладоши. Ты примешь горизонтальное положение. Закроешь глаза и уснешь. Начали! Слышь? Повторим. Повторим. Итак. Повторяю двести тридцать второй раз. Лежишь с закрытыми глазами. Значит, спишь. Спи. Получилось. Я так отоспался, что теперь и ночью не усну. Ага. Копатыч, что потерял? Лопату воткнул куда-то и... Что это, Синим? Не знаю. Кажется, он спит. Крош! 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 Что? Что такое? Хе! Вот дает, а! Кажется, я знаю, в чем дело. А что я такого сделал? Я вытрость воспитал. У него замечательная способность. Можно теперь спать и набираться сил, когда захочет. Достаточно лечь и закрыть глаза. Безусловные рефлексы в норме. Открой рот. Да в том-то и дело, что никогда захочет. А когда рядом что-нибудь хлопнет. Не преувеличивай. Ах! Что? Что такое? Да не будите вы его уже. Эх! В воспитательном процессе главное выработать полезные рефлексы. Утром делать зарядку, перед сном чистить зубы, при встрече всем говорить здрасте и так далее. А если ты не хочешь кому-то говорить здрасте? Если хорошо воспитан, хочешь не хочешь, а все равно скажешь. От рефлексов не убежишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что с ним? Он спит. Да это и так понятно. А что вы от меня хотите? Слушайте, а что со мной происходит, а? Подожди. Ты же у нас самый умный. Сделай же с ним что-нибудь. Почему я постоянно вырубаюсь? Минуточку. Что я могу сделать? Ты у него выработал рефлекс на хлопки. Какой рефлекс? У меня рефлекс. Почему я вырубаюсь? Надо его теперь перевоспитать. Как? Выработать новый рефлекс, чтобы он на хлопки не засыпал, а просыпался. Ты хлопай, я трясу. Может, хватит уже, а? Получилось! 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 Мы прослушали произведение Людвига Ивана Витковина «Ода радости». Я тебе говорю, надень. Я тебе уже сказала, что не буду надевать это. А я тебе говорю, надень. Я не буду это надевать. А я тебе говорю, не спорь. Что ты привязалась ко мне со своей панамкой? Ну вот что она ко мне привязалась? Прелестная моя, вы же знаете, что она недавно пересидела на солнце и получила солнечный удар. Она вас любит и не хочет, чтобы с вами случилось то же самое. Пересидела на солнце она. А страдать должны другие. Ты видел эту панамку? Это же ужас! Но это же такие мелочи. Стоит ли ссориться из-за этого? Если это мелочи, то что тогда не мелочи? О нет. Опять идет сюда со своей панамкой. Ты представляешь, совсем не слушается. Не понимает, что солнце может так голову напечь, что мозги все сварятся. Дальновидная вы моя. Солнце скрылось за облаками. Можете уже не беспокоиться. Сейчас скрылось, через минуту снова появится. Это же не картина. Это природа. О! Что я говорила? А я тебе говорю, надень. Да не буду я его надевать. А я говорю, надень. Не буду. Тебя продует, глупая. Это не шутки. Это не мелочи. Вот смотри. Ты будешь гулять без шарфа. И тебе продует уши. Начнешь болеть. Начнутся осложнения. С ушей перекинется. На горло. О! Это смерть. Спасайтесь, кто может. Петюша, встань. Петюша, встань. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Где мы? Что с нами произошло? Ну, судя по тому, что мы находимся в самом центре смерча, из которого никто никогда живым не выбирался, спасибо, то со всей определенностью можно констатировать, что мы находимся по дороге в мир иной. То есть как это? Мы что, умерли? Вы что, с ума сошли? Почему вы такие спокойные? Раньше надо было беспокоиться, а сейчас-то что? Шарфиком и панамкой от смерча не укроешься, особенно, когда ты внутри него. Тем более, было бессмысленно заставлять меня одевать глупые панамки и немодные шарфы. Нет, не бессмысленно. От каждой напасти свое спасение. От солнца панамка, от ветра шарф. Ну, от смерти какое спасение? Когда ты внутри, то уже никакого, поэтому тебя никто и не беспокоит. Можешь делать, что хочешь. Да я уже и не хочу делать, что хочу. А? Ну, вот и все. Этого не может быть. Мы спасены! Ура! Ура! Мы спасены! Ура! Он рассосался! Ура! 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 Тебе что, не нравится быть здоровым? Причем здесь нравится или не нравится. Я не хочу быть бессмысленно здоровым. Тебе нужен смысл. Да. Во всем, во всем. Неплохо бы. Тогда тебе нужна кузинатра. Какая еще кузинатра? Кузинатра, дающая смысл. Да, она мне нужна. Но где ее искать? Это очень далеко. За смыслом хоть на край света. Веди меня. Нет, мне в такую даль переться незачем. Мне смысла в этой жизни и без кузинатра хватает. Умоляю, отведи. Иначе мне ценок. Ладно. Может, оно и стоит того. Я тебе удивляюсь. Зная о кузинатрии, ты ни разу ею не воспользовался? Меньше знаешь, крепче спишь. Тебе говорит усталый дух. Ты стал старым, черствым и равнодушным. Неужели тебе не интересно, в чем смысл жизни? А что мне даст эта информация? А вдруг окажется, что смысл жизни не есть сладкого и не спать до 12? Я тогда только расстроюсь. Глупый, Карл. Глупый, старый. Но как ты? Но добрый. Ты представляешь, какая только замечательная, наполненная смыслом жизнь начнется, когда тебе будет все понятно. Когда ты будешь понимать, зачем ты обделся пирожными до Коликова, или вдруг ни с того ни с сего наврал Стрекорова, тебя не будет мучить неизвестность. Жить станет легко и ясно. Да мне и так было нормально, пока тебя сегодня не встретил. Ведь все беды от чего? От того, что каждый в одном и том же видит разное. Разные смыслы вкладывают, и получаются конфликты. А когда будет смысл один, настоящий, все будут жить дружно. Да сколько же еще идти к этой кузинатре? Не могла, что ли, поближе где-нибудь обитать? Нам нужно написать записку и составить схему маршрута до кузинаты, чтобы тем, кто нас найдет, было легче идти. Они будут сильнее нас и подготовленнее. Они обязательно дойдут. Они обязательно дойдут. Они обязательно дойдут. Кузинат. Кузинат. Кузинат, где мы? Мы дома. Дома мы. Мы заблудились в метели и сделали крюк. Сейчас ты немного отдохнешь, и мы снова отправимся в путь. Не надо торопиться. Кузинат от нас никуда не денется. Смысл этого бульона, чтобы я его ел и набирался сил. Смысл этой кровати, чтобы я на ней спал и отдыхал, пока этих смыслов вполне достаточно. Ежели тебе кажется, что это просто, значит, тебе еще рано обзаводиться домашними животными. Ну, хоть маленький такой улей. Ну, что, тебе жалко, что ли? Я бы не хуже тебя о пчелках заботилась. Начнем с того, что пчелы – это опасные зверюги. Это мы закончим. Нет, но я ведь сердцем чувствую, что я готова. Ну, как он не может меня понять? Говорит, как будешь готова, получишь улей. А как он узнает-то? Хороший лягушонок. Ути-пути. Ну, вот. Да готова я. Чего тут сложного-то? О, даже ты это понимаешь. О, привет, малыши. О, вот и все. Какая я все-таки молодец. Ну, и где этот пчеловод? Поучился бы у профессионала. Эй, 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 это мои пирожные. Э-э-э-э. А-а-а-а. Ну, ладно. Так. А сейчас мы играем в одну очень интересную игру. Называется «Кто первый заснет». Баю-баюшки, Баю, не ложись я на краю. Ой, какие же они милые. Когда спят. Вот некоторые несознательные думают, что с пчелами легко. Типа сами себе летают, мед таскают. А ты только собирай. Нет, еще не так. Ежедневные занятия, тренировки, режим сделают из... Пчелы. Пчелу. Знаешь, домашние питомцы – это ведь бывшие дикие зверюги. Чуть задевающие и... Браво! О, как они естественно исполнили мелодию! Как легко и непринужденно! О! Легко? Да мы днями и ночами репетировали! Хм, легко! Что там опять такое? А где Жужу? Кто-нибудь видел? Жужу! А-а-а! Нигде, что уже ел сегодня! А-а-а-а! Нет, все правильно. Мы уже. А о чем это, а? А-а-а! Это огромный труд! Да где же Жужу? Гуся, не лезь по бегу, у тебя аллергия! А-а-а! Чтобы просто выспаться! Вот твои пчелы, Юшенька! Ты готова завести питомцев! Спасибо, Копаточ! Но нет, я думаю теперь немного пожить для себя. Я еще слишком молода для обязательств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего это у тебя такое? Ничего особенного, Димюша. Надень шапку, а то простудишься. Вот еще! Я уже не маленькая. Ну вот. Совсем другое дело. Че это? Ты мне причёску испортила! Шапкой своей! Да ну? Хе-хе! Что? Классно, да? А ещё я вот чего могу Щас Отвен Кхе, кхе Голос сорвало Уху, уху И на всякий случай профилактическая прививочка! Козявки! Савунья, у тебя есть что-нибудь от плохого настроения? Конечно! Сейчас что-нибудь придумаем! Это не то! Ага! Вот! Держи! Спасибо, что хоть не соску! Как же они все незаметно выпасли! Ага! Прям-таки из-под тяжка! Хе-хе-хе! А я тут вчера вязал нишенький шарф! А потом думаю, зачем он ей? Все равно ведь носить не будет! Ого! Не модно! Говорят! В общем, вязала я, вязала! И в итоге вот что получилось! Ого! И вот куда их теперь спрашивается? Я бы взял, чтоб ноги не студить! Да размер вроде не мой! Завунья, я это пойду! Завунья, радость-то какая! У Пина дичо появилось! Как появилась? Откуда? Ах! Ты меня разыгрываешь! За что купил, за то и продаю! Мне Нюша сказала! Айда со мной на смотрины! Пин, дружище! Давай-ка показывай своего Пиныча! О, я! Спасибо, что зашли! Биби! Биби! Иди сюда! Это мой Биби! Укуши меня, пчела! Укуши меня, пчела! Не стоит выражаться при ребенке! Видишь, он уже за тобой повторяет! Ой, это кто здесь такой хорошенький, а? А кому совунья подарок принесла? Это ему не нужно! Биби из лучшей нержавеющей сталь! Он морозоустойчивый! Что значит не нужно? Ребенку необходимы теплые вещи! Все вы, молодые отцы, одинаковые! Совсем не думайте о здоровье малышей! Думаешь, поднимешь, мальца-то? Детей растить и в железках ковыряться! Вот! Где он? Да его не программировали, чтобы он боялся щекотка! Во-во! Дети, такая штука! Их от всего не запрограммироваешь! Серпейка! И ка-ха-ха! Ха-ха-ха! И убежал дракон. И жили царевич с царевной долго и счастливо. И убежал дракон. Ах, какая длинная осень. Согласен. Дни выжатые, в роще голые. Совершенно верно. А у нас никакой культурной жизни. Нечем скрасить досуг. Согласен. А может быть устроим поэтический вечер? Нет, 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 нет. Это было, это уже было. Бараш, не надо. А что если... Что? Музей. Все культурные существа ходят в музей. Особенно осенью. Блестящая идея. А что мы будем там смотреть? Какая тематика? Каждый из нас должен пополнить коллекцию своим самым дорогим экспонатом. Для истории. Для потомков. О, у Пина есть подходящий ангар. Прекрасно. Места хватит всем. Вот так. Ты слышал, а? Ты слышал? Что я должен слышать? Ты должен слышать, что открывается музей. Все должны туда чего-нибудь принести. Самое дорогое. Самое ценное. Что понесешь? Конечно, фантики. Это же целая коллекция. Самое дорогое. А ты? Понятия не имею. Ничего в голову не лезет. Разве что футбольный мяч? Но кому он нужен? Через сто лет он так и останется скучным футбольным мячом. Эх, ладно. Что-нибудь придумаю. Ха-ха-ха. Ох. 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 Ой, кажется, я забыл еще одно. Самое дорогое. Коллекцию стеклышек. О, а моя штанга? Грабли. Мои грабли. Телескоп. Граммофон. Забыл граммофон. О, 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 граммофон. Осторожно, это фамильный сервиз. Самое дорогое, что у меня есть. Раритет. Подумаешь, сервиз. У меня мед. Вот что самое дорогое. Вот, вот так и вот так. Ёжик, мои часы. Уникальный экземпляр. Хватит шуметь. У меня вдохновение. Поэма «Вечность». Настольная книга для потомков. Хватит шуметь. Хватит шуметь. Хватит шуметь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А! Тише! Вы в музее! Кстати, бахилы надели? У нас наборный паркет. Хе-хе, какие бахилы? А все у своих тапках. Тогда, может быть, начнем экскурсию? Я ей билеты приготовила. С кого начнем? Начнем с экспозиции Ласаша. А чего к нему ходить? Я у него каждый день бываю. Ничего нового? Мы его экспонаты наизусть знаем. И твои, Нюша. Тогда и я к вам, уважаемый неногой. Боюсь наступить на те же грабли. А? А? Я вот тут подумал, может, это, ну, ну, это. Ну, в общем, в общем, вот. Друзья мои, а ведь это, это настоящий раритет. О, самовар горячий. Несу фабильный сервиз. Хе-хе-хе. Мороженое для всех. Вкуснятина. Альфета моя слабость. Замечательное открытие музея. Хе-хе-хе. 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 Думаешь, ты от меня спрятался? Нет, приятель. От Копатыча не спрячешься. Ну, уже, выходи. Давай, поговорим открыто. Лицом к лицу. Ах ты ж, злодей! Ну, все, шутки кончились. Остановись, Копатыч. Не делай этого. Да этот злодей меня всю культуру извел. Вообрази, Копатыч. Если бы ты просидел всю жизнь в скорлупе, без пищи и света, каким бы ты оттуда вышел? Хе-хе-хе. Голодным, наверное. Вот. Этот бедняга тоже не может представить себе ничего лучше капусты. Но стоит развить в нем чувство прекрасного. И ты не узнаешь своего заклятого друга. Ничего у тебя не выйдет. Я этого вредителя знаю. Вот увидишь, Копатыч. Культура творит чудеса. Да, тяжелый случай. Гиблое дело, Карыч. Случай критический, но не безнадежный. Чувство прекрасного, чисто теоретически, доступно каждому живому существу. Попал-си. Подопытный, воспитуемый. Край немало информирован. Мы насытим его мозг данными о лучших достижениях культуры. И он тут же поймет, как это прекрасно. Большую энциклопению не забудь. Все непременно, коллега. О, Ласяш! Я тут... Нет, нет, друг мой сельскохозяйственный. Здесь проходит эксперимент по внушению прекрасного. Вам сюда нельзя. Слышь, ну как там мой? Мне кажется, он уже того начинает что-то чувствовать. Увидел мое новое платье и аж обомлел. Да ну! А ты как думал? Культура! Ну, что? Как он там? Чувствует. Точно. Не дослушал мою новую поэму. Упал в обморок. От восторга. Феноменально. Это успех. Поздравляю, коллега. А я говорил, культура творит чудеса. Эй, приятель. Где ты тут спрятался? Попался, приятель. Укуси меня, мчала. Да что же они с тобой сделали? А? Что случилось? Душегубы и роды. Экспериментаторы, понимаешь? Его ж кормить надо. Кормить! Давай-давай, приятель, наворачивай, не стесняйся. Чего засвучался-то? О! Эх, да чего там. Налетай, поправляйся. Я угощаю. Укуси меня культура!